Было 5 объектов. Вся полусность. Второе. Цилиндр. Цилиндр получается следующим образом. Мы берем некоторый вектор и говорим, что две точки отождествлены тогда и только тогда, когда они отличаются одна от другой на несколько таких векторов. Представлять себе проще всего так. Если вы берете полусуперспекулярный к этому вектору, кстати, нельзя это как веку, может быть, по-другому вкладиться. То мы договариваемся, что вот эту точку склеиваем с этого. Ну, следующую. Любую точку склеиваем с той, которая отличается ровно на вектор В. Замечательно. получается, что сильно что-то будет цилиндра. И если вы находитесь в небольшом круге, то, конечно, вы не заметите, что есть вот эти лифты. Если же круг становится большой, вот когда вы возьмете уже такой круг, то есть такой забавный эффект. Из этой точки в эту можно, конечно, и идти так, но быстрее дойти вот так. Ну, если достаточно большой радиус круг. То есть геометрия уже не является такой же, как на космосе. А вот если круг достаточно небольшого радиуса, что такое небольшого, это значит, что вот этот отрезок должен быть больше вот этого. То есть если обозначить радиус круга буквы R, то 2R меньше, вот это состояние должно быть меньше, чем все это минус 2R. Другими словами, R должно быть меньше, чем Vr с 3D4. Вот. Если мы рассматриваем длину V этого вектора, то в любом круге, радиус которого меньше, чем Vr с 3D4, ну или даже меньше, я равно, мы можем посмотреть все равно в данном случае, диагетрия строго такая же, как на плоскости, на обычной плоскости. Хорошо. Была еще такая штука, как ТОР. Нужно взять не один вектор, а два вектора, расположенных обязательно и на одной прямой, не проливных на одной прямой. и даже идея. Мы всю плоскость делим, только уже не на полосы, а на пролилограмму. И склеиваем точки, которые вот так вот расположены. Вот эту точку склеиваем с этой, эту точку склеиваем с этой и так далее. Например, вершина С склеивается с этой. Кстати, она же склеивается и с этой. Она же склеивается и с этой. То есть, вот все эти четыре точки, на самом деле, склеиваются в одну. Вот эта точка, например, склеивается с этой. Ну и так далее. Вся плоскость разбита на полограмму, да? Еще был четвертый объект. Это... Лента Мёблиуса. Что там? Лента Мёблиуса. Интересно, что ее уже очень трудно себе представить в пространстве. Что такое Лента Мёблиуса? Когда вы берете не параллельный перенос, а вы берете скользящуюся метру. То есть, та же самая полоса, но вы рассматриваете не вектор, а вектор и скользящую... То есть, звездатель у тебя склеивает вектор и осевую симметрию. Вот это прямая Л. Что это значит? Какая-нибудь точка А склеивается вот с такой точкой. Точка В склеивается с такой. Точка С склеивается с такой. То есть, надо не просто склеить один край с другим, но еще перевернуть. Чем замечательная эта ситуация? Получается неориентируемая поверхность. Нет ориентации. Что это значит? Это значит, что если вы... Взяли направление вращения, которое, например, против часовой стрелки, и прошли через вот эту вот линию, то вы вдруг обнаружите, что оно здесь перевернется и превратится в противоположное вращение. Я на самом деле делал это в прошлый раз. В принципе, можете сами нарисовать человечка. Представьте себе, что у нас есть человек, у него здесь направление, в котором он смотрит, а здесь две руки, да? левое, левое и правое. Посмотрите, что с ним произойдет. Вот когда он идет, 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 дошел сюда и дальше оказался здесь, но поменялись местами руки. А это и означает, что если я левое правое буду поменять, это значит, что направление вращения изменилось. Итак, лента мёргеруса, это не ориентируемая поверхность. То есть, маленький, вот обычно рассказывают так, просто берут листоку манер, я сейчас не буду делать, но уверяю вас в любой зону, кто может просто прийти домой и сделать. Берут листоку манер, только не такой широкий, как этот, а повыше, да? Только такой. И дальше его склеивают с собой, перевернув. А дальше берут карандаш и красят. Идут, идут, идут по поверхности и вдруг обнаруживают, что в каком-то моменту закрасили ее всю с обеих сторон. Или есть еще такой способ. Посмотрите гравюры Эшера. Знаете, есть такой замечательный ангелский художник, потому что если в 20-м веке он жил, Эшера. Была еще пятая картинка. Что? Гтуба Клейна. Эшера, наверное, называлась пунктилка Клейна. Клейна. Клейн – это замечательная немецкая математика 19-го века. Мёргерус – это, в общем-очем, тоже совершенно замечательная математика. Так вот, господа, путылка Клейна устроена там. Вы можете, кроме того склеивания, которое уже задано на ленте Мёргеруса, ввести еще одно склеивание. Давайте я потом здесь нарисую. Вот, смотрите, когда вы склеиваете, как у Мёргеруса, система такая. Вы вот эту вот точку склеиваете с этой. Это понятно, да? Вы склеиваете, смотрите, вот эту точку вот с этой. То есть, вначале. Например, вот эту точку вы склеиваете с этой. Ну и так далее, да? Например, вот эту точку Е склеиваете с вот этой точкой Е штрих. Но давайте сделаем так. На некотором уровне проведем такой вот надрез. и ровно на таком же уровне внизу тоже проведем горизонтальный уровень. И договоримся склеивать вот эту точку с этой. И здесь вот точку Ж то же самое договоримся склеиваться. И вот какую-нибудь такую точку тоже договоримся склеивать. Смотрите, в чем идея. Если здесь есть вектор В и прямая Л, то у нас раньше была скользящая симметрия. И когда вы делаете вместе как раз в скользящую симметрию, то, соответственно, когда точка переходит в какую-то двуточную точку эквиваленту, что это одна и тост и самая точка. Замечательно. А сейчас я к этому добавлю еще вот этот вектор. Вот давайте я его рисую. Начинается на уровне точки Ф штрих и заканчивается на уровне точке Ф. Давайте этот вектор я обозначу в углу. Итак, я добавляю параллельный перенос на верх. И рассматриваю группу, порожденную уже этими. Рассматриваю группу, порожденную не только скользящим сегментом, но и вот эти самые вектор У. Заметьте, что требуется, чтобы вектор У был как виткулярен прямой витки, и чтобы вектор В был не нулевым. Как устроены то, что называется фундаментальные области? Ну, плоскости является вся плоскость. То есть каждая точка в плоскости вот она что-нибудь зашвется в области. В случае цилиндра я нарисовал это полоса и при этом надо помнить как расширяются плоскости на крайне. В случае тора это пролилограмм. Это тоже понятно. В случае рет-демиобиус это полоса только края по-другому отождают. В случае бутылки клеена это прямой уголь. Важно понимать, что бутылка клеена тоже не агрессии бутылки клеена замечательно есть там этот отождественные или нет вас совершенно не интересовало. Если вы можете поменять левое и правое двигались здесь то и на сто клеена тоже может поменять. Но, смотрите какая история, бутылка клеена, ограниченная по размеру, то есть есть такое число, что расстояние между любыми двумя точками не больше, чем это число. Ну а именно диагональ премоугольника. Вот больше, чем диагональ премоугольника, расстояния не бывает. На самом деле, я, конечно, сейчас не прав, даже расстояние, диагональ премоугольника, это слишком грубая оценка, ну не в том дело. Важно, чтобы ограничены. Ленты мёггерса не ограничены. Почему? Потому что, когда вы двигаетесь вверх по ленте мёггерса, то, можно идти сколько угодно далеко, и вот, то ограничены, цилиндр не ограниченный, плоскость, естественно, не ограничена. Ребята, на самом деле, никаких других вариантов просто нет. Не потому, что я плохо придумал, а потому, что, в принципе, нет никаких других вариантов. Эта теорема не очень сложная. Но для того, чтобы её понять, чтобы понять её доказательства, нужно знать, что такое группа. Поэтому давайте сделаем так. Я пытаюсь вам сейчас достаточно понятно объяснять, что это группа.